МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день. Дмитрий Маркович, уже не первый год идет реализация госпрограммы развития промышленности Севастополя на 2015-2020 годы. Итоги, если сравнить 2016 и 2015 год? Если сравнивать прошедший 2016 и 2015 год, коротко несколько цифр. По состоянию на 1 января 2016 года у нас было 578 промышленных предприятий различных отраслей промышленности. Наибольшую часть из них составляли предприятия, порядка 117 предприятий, если не ошибаюсь, это судостроение и судоремонт. А индекс промышленного производства по итогам 2016 года, по сравнению с 2015, составил 121,5%. При этом, наверное, стоит отметить, что в 2016 году впервые было осуществлено финансирование в рамках программы, про которую вы говорили, программе развития промышленности, утвержденной в марте 2015 года. До этого меры поддержки были только агентационного характера, потому что в бюджете города Севастополя не предусматривали средства на эти цели. А в 2016 году были в первый раз заложены средства, небольшие средства, но они были заложены около 2 миллионов рублей, что позволило в 2016 году осуществить несколько мероприятий. Это мероприятия, связанные с компенсацией процентной ставки по кредитам, полученным промышленными предприятиями в российских банках, и мероприятия, связанные с организацией коллективных выставок, коллективных экспозиций на выставках промышленных различных. По первому, значит, все средства были выбраны. По первому направлению по компенсации предприятия победило предприятие по конкурсу в области микроэлектроники. Причем предварительный анализ итогов использования этих средств в 2016 году показал, что за несколько месяцев после получения субсидий предприятие увеличило производство практически в 3 раза, ну чуть менее 3 раз, то есть достаточно серьезные показатели, то есть смысл в этом, конечно, есть. Что касается коллективных экспозиций на выставках, то в 2016 году предприятия промышленности приняли участие в двух таких выставках. Это «Армия-2016» в Москве в начале сентября 2016 года, где приняли участие 8 промышленных предприятий города Севастополя. И второе мероприятие «Гидроавиасалон-2016», которое проходило в Геленджике в конце сентября 2016 года. Там приняли участие 6 промышленных предприятий, а также Институт биологии Южных морей. Ну и я думаю, что эти мероприятия, они носят более, скажем так, долгосрочный характер. Это не мгновенный эффект, который выражается в деньгах 2016 года. А это потенциальная возможность заключения договоров на перспективу, которая потом принесет, естественно, свои плоды. В рамках 2017 года будет действовать уже другая программа, потому что в 2016 году при оптимизации программных мероприятий, действующих программ в городе Севастополе, была принята программа развития промышленности на 2017-2020 годы. И в рамках этой программы уже запланирована большая сумма средств в размере 15 миллионов. При этом, когда эти средства планировались, еще предусматривалась возможность софинансирования со стороны федерального бюджета. Но мы на сегодняшний день не знаем, будет такая возможность или нет, поэтому мы пока рассчитываем на то, что заложено в региональном бюджете, это 15 миллионов. И эти деньги пойдут по трем направлениям. Можно условно так разбить. Это, опять же, компенсация процентной ставки по кредитам для промышленных предприятий. Это средства на компенсацию затрат на модернизацию производства. И это средства, опять же, на организацию коллективных мероприятий, участия в выставках, форумах для севастопольских предприятий. В принципе, даже можно с учетом того, что уже февраль 2016 года сказать, что предварительно рассматриваются на сегодняшний день два таких мероприятия. Это участие в форуме международном технопром, который пройдет в Новосибирске. Там Севастополь является партнером этого форума. наряду с Новосибирском и Республикой Татарстан. И вторая выставка, которая будет очень востребована для севастопольских предприятий, опять же, потому что их больше всего, это Нева 2016, которая пройдет в Санкт-Петербурге, где будут в большей части представлены, ну и будут обсуждаться вопросы, рассматриваться вопросы судостроения гражданского, также связанные с логистикой организации морской деятельности. То, естественно, для наших очень интересно. Ну вот так, если вкратце. Поскольку мы участвуем так активно в различных салонах всероссийских, каково наше участие во всей программе импортозамещения? Насколько заметен Севастополь? Ну, заметен, может быть, не так сильно заметен, но в уровне Российской Федерации, потому что у нас, ну, во-первых, то же судостроение, оно в большей части связано с судоремонтом. Судостроение и судоремонт, если называется, у нас больше было судоремонта, чем судостроение. Вот. Но, в принципе, у нас есть проекты, связанные с импортозамещением. Таких проектов в 2016 году на региональном уровне было отобрано три проекта различных предприятий севастопольских. Вот. Если мы сможем помочь в рамках той программы, которую приняли, ну, это будет очень хорошо, потому что пока сложно понять, какие понадобятся средства, то есть предварительно мы эти проекты просчитывали, но пока сложно сказать, насколько возможно их реализовать и чем мы сможем помочь. Ну, мы постараемся. Ну, как-то так. Ну, вот санкции, санкции, да? Все говорят, очень их боялись, этих санкций. В конце концов, значит, мы живем дальше с санкциями вместе с этими. Вот насколько успешно севастопольская промышленность в этих условиях развивается, и насколько санкции стали толчком к развитию? Ну, скажем так, нельзя рассматривать здесь отдельно санкции. Санкции, во-первых, повлияли на развитие промышленности Крыма и Севастополя и впрямую, и косвенно. Это впрямую для тех, кто имел непосредственно контакты и договора с поставлял свою продукцию за рубеж. Те страны, которые на сегодняшний день ведут санкции, разорвали эти договора. Косвенно это повлияло, потому что большинство промышленных предприятий города Севастополя не имеет возможность получить какое-то дополнительное финансирование в ведущих российских банках, потому что они не представлены на территории полуострова. И, соответственно, воспользоваться лучшими какими-то кредитными программами в этой области наши предприятия не имеют возможности. Ну и, кроме того, говоря о проблемных вопросах, связанных с санкциями, нельзя забывать, что повлияли не только санкции, и мы на сегодняшний день не можем как-то отделить это вопросом. Повлиял разрыв тех связей, которые были у наших предприятий. Второе, то, что многим предприятиям пришлось перестраиваться, из-за этого менять своих и поставщиков, и потребителей своей продукции. Соответственно, у них весь процесс начинался, можно сказать, что практически с нуля. Потом предприятия перерегистрировались, то есть юридических вопросов очень много, оформляли свое имущество. То есть санкции – это один из тех проблемных вопросов, которые мешали развитию наших предприятий. Конечно, в этих санкциях есть и положительный аспект, связанный с тем, что многие бы по-другому посмотрели на производство, нашли свою нишу, какую-то продукцию, которую раньше они, условно говоря, тоже какие-то комплектующие, закупаемые за рубежом, на сегодняшний день кто-то их начал выпускать здесь. То есть в этом плане, да, есть положительный аспект. Но в принципе, в общем, за это говорит тот индекс промышленного производства, про который мы с вами говорили, 121,5%, но это практически на 20% больше, чем в среднем по Российской Федерации. Он говорит сам за себя. Но все равно это не значит, что на всех предприятиях этот процесс идет ровно. Конечно, это тяжелый процесс. Фактически начать все с нуля, 3 года назад, а сегодня мы пытаемся сказать о том, что мы за 2 года чего достигли. Тем не менее, наверное, лидеры-то уже наметились, да? Кто в тройке, в пятерке может быть лидером? Но если говорить об отраслям, то по итогам 2016 года, в принципе, рост наблюдался практически во всех отраслях промышленности. Ну, скажем, наиболее больше рост дали, это производство электрооборудования, электронного и... Сейчас, секундочку. Электрооборудование, да, электроники. Там порядка 200% по отрасли рост. Дальше. Целозно-бумажное дало очень большой эффект, хотя предприятий у нас немного, но там до 500%. Отрасль производства строительных материалов, там порядка 130%. И предприятия добывающие в отрасли, у них тоже 190% рост. То есть рост такой стабильный, да? Ну, если выбрать самые большие, я вот примерно их назвал по отраслям. А вообще тенденция положительная, очень хорошая. Ну, сейчас все очень ждут трассу Таврида, очень ждут, и мост очень ждут, даже больше, чем трассу Таврида, наверное. Насколько строительство моста, дозначиво в эксплуатацию, повлияет на рост нашей промышленности? Ну, я не берусь это оценивать. Ну, так, мнение, просто мнение, как Севастополь. Ну, скажем так, логистика у нас сейчас очень непроста. И все это прекрасно понимают. И это связано не только с тем, что надо использовать не один вид транспорта, но это связано и с тем, что и переправа в силу погодных условий работает не всегда, и нагрузка на переправу не всегда, она одинаковая. То есть, можно и спрогнозировать одни сроки доставки, получить на самом деле другие. Естественно, развязав эти проблемы, мы просто будем говорить о том, что предприятия Крыма и Севастополя, входя на рынок Российской Федерации, будут иметь примерно равные условия с другими предприятиями России. Потому что на сегодняшний день, да, нам тяжело, за счет того, что вот такая сложная логистика. Это объективно. А вот насколько успешно наши предприятия различные интегрируются в промышленные комплексы страны? Ну, опять же, мы на все вопросы можем отвечать просто. Посмотрите на индекс промышленного производства, вот и есть интеграция. То есть, речь идет об интеграции как раз в предприятии и в правовое поле, и в экономическое пространство, налаживание связей. Вот эти 127,5% они и показывают результаты этого. Вот. То есть, по-другому никак не оценишь, не померяешь. То есть, вот если так вот сравнивать, допустим, с литературным произведением, да, то завязка, да, развязка, там, кульминация. Вот завязка была, в правовое поле внедрялись, да, сейчас какой момент, вот как вы думаете? Сейчас развитие сюжета идет. Ну, смотрите, смотря от чего брать развязку. Опять же, какой год мы возьмем за базу. Если мы за базу возьмем год развала СССР, это будет один подход. Вот, потому что, ну, все мы жили в Севастополе, и сейчас мы вспоминаем, какие были у нас замечательные промышленные предприятия, какой был огромный промышленный потенциал. А вот, ну, надо понимать, сколько за прошедшие чуть более 20 лет было развалено. И к чему мы вышли. Вот, если за базу выбрать 2014 год, то это будет совсем другой анализ. Вот, мы, конечно, стремимся к тому, что было при СССР. Ну, это так условно. Вот, и, естественно, понимаем, что промышленность будет, она чуть-чуть другая. А приоритетные отрасли, они не поменяются. Это, понятно, они исторически сложились. Но сама промышленность будет чуть-чуть другая, потому что и технологические процессы ушли вперед, оборудование другое. И поэтому, может быть, и не надо там, где раньше было 10 тысяч человек, на сегодня такое количество. Может, там будет 5. Ну, я не знаю, условно говорю. Поэтому, смотря что, с чем сравнивать. Ну, я бы назвал этот этап скорее так, что все прекрасно понимают, что надо делать в отличие от того, что не понимали два года назад. Понимают, как надо делать. И делают. И делают. Вот это самое главное. Да, а эффект мы будем получать постепенно и не быстро. Ну, скажем, программы, даже та же программа промышленности, хоть предыдущая редакция, хоть новая редакция, она рассчитана до 2020 года. И, в принципе, и показатели, которых мы хотим достигнуть, мы примерно рассматриваем на такой среднесрочной перспективе. Ну, вот там будет видно. Большое спасибо за такое оптимистичное интервью. Это была программа «В контексте о развитии промышленности Севастополя». Говорили с начальником управления промышленности Департамента экономики города Севастополя Дмитрием Хазановым. Далее в эфире вы увидите еще очень много интересного. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова